А вы знали, что еще в 19 веке авторы известных произведений подвергались не просто критике, а так называемому хейту? То есть русских классиков ненавидели за их творчество. Кто же эти хейтеры позапрошлого века? Один из самых известных критиков – Фадей Булгарин. Он прославился тем, что на страницах своей литературной газеты «Северная пчела» постоянно занимался травлей Александра Пушкина. Так, в одном из номеров газеты «Булгарин» в издевательской форме напомнил читателям о том, что прадед Пушкина – араб. При этом сам Булгарин тоже был не русским, а поляком. Грубый филитон Булгарина о происхождении великого поэта задел даже императора Николая I, который, как известно, был личным цензором Пушкина. В результате Николай I написал начальнику политической полиции Бенкендорфу следующее. «Вы можете сказать от моего имени Пушкину, что столь низкие подлые оскорбления, как те, которыми его угостили, бесчестьят того, кто их произносит, а не того, кому они обращены. Единственное оружие против них – презрение. Вот как я бы поступил на его месте». Конфликт между сочинителями достиг своего апогея после публикации седьмой главы романа Евгений Онегин. Вот что об этом произведении написал главный хейтер Пушкина Фадей Булгарин. «Эта глава седьмая – два маленькие печатные листика, испещрена такими стихами и балагурством, что в сравнении с ними даже Евгений Вельский кажется чем-то похожим на дело. Ни одной мысли в этой водянистой седьмой главе, ни одного чувствования, ни одной картины достойны воззрения. Совершенное падение». Стоит отметить, что Булгарин тоже занимался литературным творчеством. Его популярность превосходила даже самого Пушкина. Самый известный роман Булгарина – «Иван Выжигин», который стал первым в России бестселлером. Всего было продано более 10 тысяч экземпляров данного произведения. Сейчас эту графоманию читать невозможно, а тогда все были в полном восхищении. По жанру Иван Выжигин – приключенческий роман, главный герой которого напоминает персонажей современных мыльных опер. Роман Булгарина был настолько популярен, что по желанию читателей автор написал его продолжение. В результате за рубежом Булгарина, а не Пушкина, назвали ведущим российским автором. Он был переведен почти на все европейские языки. От такой бешеной популярности Булгарин совсем потерял рассудок, обвинив Пушкина и Лермонтова в том, что они якобы критикуют его творчество просто потому, что ему завидуют. Но сейчас, спустя столько времени, очевидно, что классики были правы. История еще раз доказала, что те, кто сейчас знаменит и известен, не означает, что через сто лет о них кто-то будет помнить и знать. Потому что истинная слава не в хайпе, а в настоящем таланте. Еще один одиозный критик – Виктор Буренин, который хейтил многих известных русских классиков. Например, жертвой его нападков периодически становился Федор Достоевский, а героев романа, которого «Идиот», Буренин сказал следующее. Лица, группирующиеся вокруг князя Мышкина, тоже, если не идиоты, то как будто тронувшиеся субъекты. 13-летние мальчики у господина Достоевского говорят не только как взрослые люди, но даже на манер публицистов, пишущих газетные статьи. А взрослые люди, женщины и мужчины, беседуют и поступают как 10-летние ребята. Словом «роман» можно было бы не только «идиотом» назвать, но даже «идиотами» ошибки не оказалось бы в подобном названии. При этом сам Достоевский восхищался Бурениным, считая, что именно он наиболее понимал его мысли и намерения, и всех писавших о нем. Однако в конце 19 века репутация Буренина существенно испортилась после того, как он цинично отозвался на творчество умирающего от туберкулеза молодого поэта Семена Натсона, язвительно назвав его «недугующим паразитом». В результате после смерти 24-летнего Натсона возникла легенда о том, что именно статья Буренина свела поэта в могилу. Хейтер обвинил Натсона в том, что он якобы притворяется коллегой недужным, чтобы жить за счет друзей. От этих слов как будто бы поэту стало хуже, и от последовавшего кровотечения нервного паралича он скорпостижно скончался. Стоит отметить, что Виктор Буренин, так же как и Фадей Булгарин, был не просто хейтером, а еще и творцом, сочиняя стихотворные пародии на различных авторов. Так Буренин однажды пошутил над творчеством Тургенева. Но истинную популярность Виктору Петровичу принесли пародии над поэтами Серебряного века. Самая известная его пародия на стихотворение Анны Ахматовой «В лесу», которое у Буренина называется «В луже». Сравните у Ахматовой «Четыре алмаза, четыре глаза, два совиных и два моих». О, страшен, страшен конец рассказа о том, как умер мой жених. У Буренина «Имею я четыре носа, четыре пятачка свиных. Тремя глазами смотрю я косо, один совиный и два своих». У Ахматовой «Лежу в траве, густой и влажной, бессвязно звонки мои слова, А сверху смотрит такой важной, их чутко слушает сова». У Буренина «Лежу я в луже, зловонно липкой, Носами чую в квадрате смрад, А на меня с немой улыбкой четыре борово глядят». Таким образом, очевидно, что Буренин, как и многие тщеславные и амбициозные хейтеры прошлых столетий, не только критиковал писателей и поэтов, но и высмеивал их творчество, получая, видимо, от этого явно больше удовольствия, чем от содержательного разбора их произведений. И последний творец-хейтер – Александр Кугель, который был активным идейным противником Московского художественного театра. Кугель, как последовательный сторонник актерского театра, был непримиримым борцом с режиссерским засилием. Он не принимал режиссуры в принципе, а также хейтил репертуар МХАТ, в котором ставились современные пьесы. Вот как Кугель высказался о комедии Чехова «Чайка». В одном из предыдущих фильетонов я имел уже случай говорить о том жалком убожестве мысли, какое обнаруживают наши современные молодые писатели в попытках проводить в своих произведениях идеи. То же самое мы замечаем и в «Господине Чехове». Разница только в том, что Чехов ударился не в толстовщину и не в псевдонародничество, а как увидим ниже, в нечто еще худшее. Но этого мало, что мысли, проводимые Чеховым, в последних произведениях поражают вас своему божеством. У господина Чехова ложные мысли, к сожалению, искажают самые изображения, нарушают художественную правду и, следовательно, делают ущерб господину Чехову не только как мыслителю, но и как художнику. При этом сам Кугель тоже любил сочинительство и даже основал в начале 20 века небольшой театр в Петербурге «Кривое зеркало». Но, видимо, из-за отсутствия режиссуры или полной вседозволенности актеров театр Кугеля превратился в место скопления дилетантов, любителей и бездарей. В результате «Кривое зеркало» Кугеля напоминало «Кривое зеркало» Петросяна. И даже приход нового главного режиссера Николая Евреинова, которого в театр лично пригласил Кугель, не спасло положение «Кривого зеркала». Актеры стали массово уходить из театра, новых постановок не было, репертуар не отвечал современным запросам общества. В итоге Кугель закрыл свой творческий проект, а МХАТ из частного театра превратился в крупнейший академический государственный театр, получив мировую известность. Фадей Булгарин, Виктор Буренин и Александр Кугель известные хейтеры русских классиков. Все они жили в разные эпохи, но объединяло их одно – через хейт известных авторов самоутвердиться в глазах общественности, поднять самооценку и подчеркнуть свою значимость. Их ненавистные филиетоны в адрес Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева и Чехова лишь тщетные попытки привлечь внимание к собственной персоне, к своему бездарному творчеству. Их критика так же ничтожна, как и их графомания, которая поощрялась массовой публикой, не обладающей художественным вкусом. Таким образом, цель настоящего художника в том, чтобы воспитывать художественный вкус у читателя. Ведь, как заметил Лев Толстой, различие между ядами вещественными и умственными в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус. Яды же умственные, в виде газеты дурных книг, к несчастью, часто привлекательные. С вами был Евгений Иванников. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!